Если честно, то число льготников по инвалидности, пенсионному возрасту и целому ряду других показателей в Артемовском городском округе впечатляет. Особенно на фоне количества населения во всем муниципалитете. Напомним, цифра составляет менее 55 тысяч человек. Это с учетом, опять же, всего населения, вплоть до жителей сел, поселков и деревень. Всего у нас льготных категорий граждан, которые состоят на учете и имеют право льготного проезда, более 12 тысяч. При этом будет не просто обидно, а катастрофично, если подавляющее большинство из них с 1 января 2024 года лишится беспрепятственной возможности пользоваться правом на льготный проезд в междугородном транспорте. И вот почему. Именно с 1 января 2024 года меняется механизм реализации мер социальной поддержки по проезду в междугороднем транспорте. Если в настоящее время для того, чтобы воспользоваться бесплатным проездом или проездом с 50% скидкой, гражданин должен предъявить льготное удостоверение, так называют его, либо справку медико-социальной экспертизы, это граждане, которые имеют инвалидность. И только после этого им будет предоставлен билет с льготой. То с 1 января 2024 года требования к удостоверению не будет. То есть в кассу при проезде не нужно будет предъявлять удостоверение на льготы, а необходимо будет предъявить единую социальную карту «Уралочка». Получить полную информацию о том, где и как, бесплатно, повторимся, бесплатно, получить карту «Уралочка» можно в местных органах соцподдержки. Напомним, обслуживание карты также является бесплатным, а отказаться от любых дополнительных сервисов, вроде СМС-оповещения или страхования, вы можете еще на этапе ее оформления. Кроме того, «Уралочка» является полноценным платежным средством, которое вы можете использовать для перечисления социальных субсидий, разнообразных выплат и транзакций. Расплачиваться с ее помощью во всех магазинах страны и на большинстве интернет-площадок.